Лариса Захаровна была молью и жила в библиотеке среди старых книг. Была она одинока и никого не впускала в свой глубокий внутренний мир, полный Куинджи, Магрита, Пастернака и Доширака. Но была талантлива по-своему, писала картины, любила дождь, вязать и печь шарлотку. И безуспешно пыталась похудеть. Была у нее подруга Муха, Зинаида Ильинична из комиссионки. Иногда они прогуливались по бульвару, сидели на фонарях, смотрели на море, так как жили в Гурзуфе. Но в основном Лариса Захаровна гуляла в одиночестве. Сначала никто ничего не понял, ни Лариса, ни Василий. Василий был, кстати, с кружкой пива в лапке и расплескал на ее оренбургский платок. «Что вы творите?» — закричала Лариса Захаровна. «Это память от бабушки. Как я пятна выведу». Василий не растерялся. Он в тиктоке смотрит, говорит. «Барышня, не парьтесь, есть демексид, все пятна выводит. И потом в Елизаре постирайте, и все». Лариса Захаровна, конечно, поразила и привлекло то, что какой-то жук, бородатый, с виду без интеллекта, разбирается в стирке. «Ладно, — говорит, — разберусь, пойдите вон». А Василий не пошел вон и говорит. «А пойдемте в кино. Там ретро-вечер завезли отличный фильм «Путешествие муравья». И Лариса Захаровна неожиданно для себя соглашается. Видимо, приелась однообразной жизни и подсознание сказала «Жги, мать». Вечером того же дня они встретились у кинотеатра, пролетели под крышей и сели в зале на стену. После прогуливались по перилам на пляже, пили вино, читали стихи и танцевали. Так они гуляли неделю, держась за лапки. Потом оказалось, что он женат. И тут, в командировке от профсоюза. В общем, Лариса Захаровна слегла с расстройством, и даже пересмотры любимого 15-го съезда КПСС ее не спасали. Еще и Зинаида жужжала. Я же предупреждала. Вскоре Василий уехал на товарнике в Калугу к семье. Прошло пять лет. Василий спился. Лариса Захаровна спилась. Конец. Ладно, можно и другой конец. Прошло пять лет. Моль Захаровна за это время сдала на права, купила машину и уехала в Италию с Зиночкой. Там открыли цирюльную центрифугу. Оказалось, что в этом ее призвание делать прически, а не библиотека имени Ленина. Василий ушел от жены, так как стал осознанным, посчитал «Матрицу судьбы» и понял, что никакой он не автомеханика, психолог, философ с тонкой душевной организацией, а пиво – это вообще не его путь. Прокачал свои чакры, завел блог, принял постриг и живет отшельником в лесах Карилии. Снимает свою жизнь на Видиво. Наставник для многих. Лариса вспоминает о Василии иногда. Он ей написал, она ответила. Так иногда списываются. А сама Лариса встретила по пути в Италию свою судьбу. Его зовут Вазген. Мудрый, бородатый, моль. Живут вместе. Выращивают овощи, цветы, а Вазген продает их на рынке туристам. А что же Зинаида? А это уже другая история. Давай, пока. Субтитры создавал DimaTorzok